Я вас всех приветствую на своем канале Астролог Света. Это прогноз для знака Зодиака Рак на 2024 год. Прежде чем перейти к основному прогнозу, хочу вас всех пригласить на свой трансформационный марафон Эволюция Личности, старт 28 мая. И этот марафон, он подходит тем, у кого есть астрологические знания, нет у вас абсолютно никаких знаний, без разницы. Я сразу хочу дать вам понимание того, что за этот марафон вы не научитесь полностью анализировать натальную карту. На самом деле это большой труд, это большое количество знаний. Но вы поймете, как конкретно в вашей жизни вам проживать все сферы жизни, на какой энергии, под что она подвязана, что нужно делать. В общем, это будет кладезь информации и для состоявшихся астрологов, и для новичков. Под этим видео есть ссылочка с более подробной информацией. Обязательно проходите, присоединяйтесь, буду вас рада видеть. И погнали к прогнозу для раков. Вообще, раки дорогие, хочу сказать, что для вас интересен прогноз тем, что чем больше у вас будет веры и доверия к этому миру, тем больше у вас будет получаться все. Потому что у вас месяц именно про доверие к миру, про доверие к Вселенной, Богу, Космосу, как бы вы это ни называли. Очень тонкая 12-домная энергия, и, как правило, ее не все любят или не все понимают. Но на самом деле суть 12-го дома, который у вас активен в этом месяце, это довериться Богу, довериться Вселенной, довериться плану. Какой вот план вообще у Всевышнего на меня. И погнали по всем темам по очереди. Вообще, 3, 4, 5 число – это самые шикарные дни месяца, когда вы можете достигать каких-то колоссально больших результатов. Но делать это вы можете именно через доверие, через веру, через медитацию, через сны. То есть я понимаю, что вот эта тонкая энергия, которая у вас заложена, она говорит о том, что если вы будете, например, пытаться пробивной силой здесь что-то пробить, то не совсем хорошо будет получаться. Но если, например, вы реально доверитесь этому миру, то 3, 4, 5 число – это могут быть какие-то такие колоссальные халявы какие-то, подарки. Все будет получаться, все будет как-то само склеиваться. Вообще, 12 дом – это дом из самых больших потерь и самой большой халявы. Но халява здесь приходит тогда, когда мы полностью начинаем доверять этому миру. И поэтому я и говорю, чем больше вы доверите здесь миру, тем больше вы соберете халявы. На самом деле здесь могут быть и какие-то классные дальние поездки, и получение важных документов, в которых будет какая-то важная информация. И, может быть, получение наследства. Настолько много заряжено энергии, халява, деньги будут получаться, документы, поездки. Колоссальные вообще дни. Если использовать в минусе эту энергию, то здесь, знаете, как будет очень много лишений. Грустненько, много лишений, как-то ничего не получается. Хотя, честно сказать, здесь такие прекрасные аспекты, что, я думаю, при любом видении на мир эти дни будут очень шикарными. 6 июня. Новолуния в вашем 12 доме. Новолуния, оно всегда закладывает новый тренд на месяц. И здесь может быть новый тренд, связанный, первое, с вашей духовностью. Может быть, вы очень сильно углубитесь в духовную природу, в психологию, в медитацию, в какие-то NLP-практики. Классная новолуния для дальних путешествий, для эмиграции, для уединения. Здесь, знаете как, у кого-то это может быть новая тайна, да, появится в вашей жизни. Это могут быть новые тайные отношения. Новые деньги могут к вам прийти. Причем, знаете, как новые, да, интересно я сказала. Имеется в виду, что могут приходить поступления каких-то сумм, о которых вы, может быть, даже и не думали. Это какая-то халява. Но вообще, новолуния, оно очень про финансы и про отношения, но, знаете, в таком более завуалированном каком-то виде. То есть, как будто бы здесь могут быть какие-то ситуации, но вам придется их скрывать. Или скрывать отношения, или это любовник-любовница, или это деньги, за которые вы не оплатили налоги. То есть, какая-то здесь может быть недосказанность. С 7 по 11 июня, конечно, я бы вообще исключила бы все, что связано с, знаете как, с госинстанциями, с какими-то людьми вышестоящими, с судебными инстанциями, с какими-то государственными организациями. Здесь может быть как будто бы недополучение чего-то от государственных организаций. И знаете, как это может быть? Или вы, например, начнете что-то делать касаемо государственных инстанций, но потом будет сложно завершить, шаг вперед, два назад. И поэтому я не рекомендую с 7 по 10 подавать куда-то документы, начинать какие-то суды, какие-то с государством какие-то ситуации. Потому что вы там ничего не соберете, вы там только потеряете. И дальше после 10, начиная с 11 числа, уже можно и договариваться о поездках куда-то ездить, и быть больше времени на природе. Причем, знаете, как могу сказать, с 7 по 10 я вам даже не рекомендую совершать какие-то поездки. Потому что есть большая вероятность того, что в поездках что-то пойдет не так, с кем-то поссоритесь, поругаетесь. Очень не рекомендую нарушать закон уж точно, потому что нарушая закон в эти дни можно вляпаться в какую-нибудь ситуацию. С 9 июня Марс попадает в ваш 11 дом, пробудет там до конца месяца. И начиная с 9 числа и до конца месяца, очень много сил и энергии вы будете тратить с друзьями. Какие-то друзья могут приходить, уходить, вы с ними можете ссориться, ругаться, куда-то ездить, совершать какую-то совместную активность. Если вы ведете социальные сети, то это классный период с 9 числа, но я только сейчас здесь несколько дней выделю, некоторые дни тут неблагоприятные. Начиная с 9 числа и до конца месяца заниматься коллаборацией, рекламой, какие-то социальные сети, социальные проекты. Вообще вот все, что связано с такой социализацией, у вас направлено туда очень много сил, энергии, там будет получаться. Но также, кстати, если, например, вы мамочка с детьми дома сидите, то это говорит про то, что вы с детьми будете проводить больше времени. И знаете как, даже не то, что больше времени, больше активности у вас именно с ними будет. Единственное, я бы здесь выделила 10, 11, 12. Вот эти три дня, они в плане дружбы, общения неблагоприятные. Я вам не рекомендую в эти дни делать куда-то финансовые вложения или какие-то коллаборации, какие-то совместные проекты, договариваться о чем-то. Потому что с 10 по 12, вообще я бы сказала, что это дни, когда можно и поперессориться, и попереругаться со своими друзьями. Очень скандальное время, время, когда можно не только ругаться, но и прям подраться можно. Здесь знаете как, вообще аспект Марс-Плутон, он про изнасилование, да. Но я понимаю, что здесь не обязательно про физическое изнасилование, да, может быть. А вот в сфере друзья, коллаборации, может быть у нас какая-то такая неприятная ситуация, что как, ну как внутри, как насильственная, какая-то неприемлемая для меня ситуация. Вообще в этих днях заряжено очень много энергии, и она знаете про что? Про секс, спорт, вот любое действие, где вы будете тратить энергию. И если, например, на 10-12 активно заниматься спортом, то окей, вы очень классно будете здесь сливать куда-то энергию. Потому что вообще это дни, в принципе, скандальные. И вокруг может быть и много драк, и ДТП, и выяснение отношений, и какие-то проблемы. Такое очень скандальное время. С 7 июня энергия вот этой таинственности, божественности, веры, она не то, что заканчивается, она с нами всю жизнь на самом деле, но энергия меняется. И с 17 числа вы становитесь более проявленными. И с 17 числа и правильнее начинать какие-то активные действия, начинать проекты, начинать совместную деятельность, начинать активно о себе заявлять. До 17 числа вас могут как будто бы не видеть. И после 17 числа это время, когда, во-первых, вы становитесь более многозадачными, более разговорчивыми, вкладываете в себя, когда денежки хотите прихорашиваться, денег может больше приходить. Причем именно вот 17 и 18 июня, это время, что если, например, вы соберетесь в поездке, или у вас будут какие-то юридические вопросы, или вопросы, связанные с родственниками супруга, есть большая вероятность, что 17-18 у вас будут проблемы, вы будете там обмануты, вам захотят лапши на уши навешать. Дальше, 22 июня, полнолуние в вашем седьмом доме. Интересный показатель. Полнолуние – это про завершение, и у вас здесь может быть завершение каких-то партнерских отношений, или какой-то грани в партнерских отношениях. И знаете как, для кого-то это может быть прям расставание, для кого-то это будет как пройденный этап в отношениях. Но мне здесь хочется сказать, что эта ситуация, завершение, она будет напрямую связана с тем, что может всплыть какая-то тайна в ваших отношениях. То есть это завершение, оно может быть связано с тем, что вы узнаете какую-то тайну, или о вас узнают, или партнер узнает, то есть всплывет какая-то тайна, или то, что было недосказано, или то, что было недоговорено, или вы поймете, что вас обманывали, и это все иллюзия. Здесь очень, знаете, энергия Нептуна подвязана. Нептун – это обманы, иллюзии, и поэтому это полнолуние, это решение, оно может быть связано с тем, что что-то вы узнаете. Ираки, дорогие, у вас очень интересный прогноз на июнь месяц. Я вам желаю наилучшим образом его провести. Обязательно подписывайтесь на мои аккаунты Астролог Света под этим видео, есть ссылочки, и будьте всегда в курсе всех астрологических событий.